Здравствуйте, меня зовут Гела Гуралья, я участник проекта «Голос». Я рад, что у меня есть возможность с вами пообщаться. Я постараюсь ответить на ваши вопросы честно, от чистого сердца. Но если вдруг что-то будет не так, вы меня извините, потому что я думаю по-грузински, я это все перевожу, это все происходит в моей голове, поэтому слишком не судите. Я постараюсь ответить с удовольствием на ваши вопросы. Венера, Татарстан. Гела, есть ли определенный распорядок дня у конкурсантов? Знаете, определенный распорядок дня у конкурсантов нет. Заранее, естественно, звонят редактора и говорят, что когда мы должны быть, например, на репетиционной базе, и мы должны быть вовремя. То есть не приветствуется опоздание, и так как я пунктуальный человек, я стараюсь быть на месте вовремя. Иногда бывает так, что в пробке плюс-минус 10-15 минут могу опоздать, но это очень редко бывает. Я стараюсь как-то на месте быть точно вовремя, как мне сказали. Второй вопрос. С кем из выбывших конкурсантов было особенно больно прощаться? Знаете, что вообще-то это очень сложные моменты для нас, для участников, потому что мы привыкли к друг другу, уважаем, даже любим, когда кто-то покидает проект, естественно, больно становится. И иногда не можешь найти слова, что сказать человеку. Вот когда уходил, например, Виктор Балан, я не мог к нему подойти, я не знал, что сказать, примерно чувствовал, что ему это вольно, обидно. И я как-то растерялся, но мог найти какие-то слова. Ну и, естественно, это очень сложно. То же самое было, когда покинула проект Валерия Сушина. Я не знал, что делать, потому что она потрясающая девочка, очень светлая, очень яркая. И обидно, конечно, но это правило проекта. От этого не убежишь никуда. Кто-то остается, кто-то уходит. Третий вопрос. Когда выйдет ваш альбом? Знаете, я когда вернулся в Грузию, там я жил где-то девять месяцев, я там записал альбом, но этот альбом я делал для грузинской аудитории. То есть там грузинские композиторы для меня написали песни. И кроме грузинских песен в этом альбоме, написал очень известный американский композитор, я сейчас не хочу называть имя, очень известный композитор. И там его три песни. То есть я не знаю, как... Есть какие-то сложности. Сейчас я уже нахожусь в Москве, но как-то надо это организовать. Я думаю, в скором будущем я выпущу этот альбом. И вы это услышите. И каждый слушатель, я думаю, что найдет для себя свою песню. Там очень интересный репертуар. В детстве вы кем мечтали быть? Я, так как я с детства пою, всегда хотел быть певцом. Я же закончил школу искусств. Пел в грузинском хоре в моем городе, Поти, в Фазиси. Потом параллельно вокально-инструментальном ассамбле «Белая чайка» был солистом. Вся мое детство было на сцене. Всегда пел. А потом я, когда закончил школу, поступил в университет, улегся наукой, химией, учился на химфак, но не доучился. Три года учился в университете, а потом ушел и переехал. В 2003 году оказался в Москве. Но сейчас я об этом жалею, что не закончил университет. Все-таки надо было довести до конца это дело. Но хорошо, что сделал выбор в пользу музыки. На каких музыкальных инструментах вы умеете играть? Играю на фортепиано, но не могу сказать, что я очень хорошо играю. Могу подыгрывать? Как-то так. Автор Ольга, Калининград, Россия. Келла, мечтаете ли вы спеть с кем-либо из известных певцов? Если да, то с кем? Хороший вопрос. Я люблю красивые голоса. Я не люблю просто простые голоса. Люблю эпохальные голоса, выдающиеся голоса. Мои любимые артисты Лучано Поворотти, Мария Калас в классическом музыке. Классическую музыку я имею в виду. И очень нравится, есть такой певец классический, Хуан Диего Флорес. В этом жанре я считаю, что у него, конечно, самый лучший голос. А из эстрадных исполнителей моя любимая певица Барбара Стрейзанд. Я ее люблю, я ее люблю, обожаю. Это эпоха, это легенда, это женщина, которая может все, как актриса, как певица. Мне все нравится в ней. Она выдающаяся личность. Осмелюсь и скажу, что я с удовольствием бы спел с этой великой женщиной. Я люблю Майкл Джексон, Уитни Хьюстон, Солин Дион, Фредди Меркури. То есть разные жанры, но все эти артисты, они выдающиеся личности, и они очень многое сделали для людей и для искусства. Здравствуйте, Гела. Скажите, автор Елена Ставрополь, Россия. Здравствуйте, Гела. Скажите, пожалуйста, какое у вас отношение к вашей группе ВКонтакте? Хороший вопрос. Замечательные люди ВКонтакте, интеллигентные. Я получаю от них море прекрасных слов. Удивительные люди. Они пишут стихи, присылают мне рисунки. Они заботятся, они радуются. Замечательные. И я хочу сказать огромное спасибо этим людям за каждое слово, то, что они мне говорят. Я практически всех знаю. Практически всех знаю. Потому что я часто захожу и море положительных эмоций от них получаю. Спасибо вам огромное. Так, на это я ответил. Кела Лали Батуми, Грузия. Задает вопрос. Кела, а вы верите, что душа наша после смерти продолжает свое развитие на земле, но уже в другом теле? Я не могу на этот вопрос ответить. Но то, что существует за крупной жизнью, я абсолютно верю в это. И то, что душа продолжает жизнь и жить, это однозначно. А то, что в другом теле, я не знаю. Не уверен. Не знаю. Не могу ответить. Роза, Азора, Москва, Россия. Гела, назови, пожалуйста, три вещи, которые делают тебя счастливым. Меня счастливым делает сцена, любовь и путешествие. Алиса, Москва, Россия. Гела, на каком языке вы думаете, что чувствуете внутри себя, когда поете песню? Хороший вопрос. На каком языке я думаю, я сказал вначале, что я думаю на грузинском. Потом это все я перевожу. Это происходит у меня внутри. И это сложно. Но я стараюсь. Стараюсь сегодня для вас. А что касается, что я чувствую, когда я исполняю песню? Главное, что артист, певец должен понимать, что он поет и о чем он поет. И, естественно, я оказываюсь в другом мире, в мире музыки и стараюсь этим миром с вами делиться. Как у меня это получается, я не знаю, но я стараюсь, чтобы это все было красиво. И я хочу донести каждое слово до вас, до ваших сердец. Алиса, Москва, Россия. Гел, расскажите о вашей семье, как прошло детство, планируете ли заводить свою? У меня было замечательное детство. Меня воспитывала мама. И она... У меня старший брат на 10 лет старше. У него своя семья. И моя мама сделала все, чтобы у нас было замечательное детство. Мы... И она посвятила всю себя. И сделала все, чтобы мы выросли и стали порядочными людьми. А планирую ли заводить свою семью? Изначально надо встретить того человека, с которым мне захотелось бы создать семью. Пока я такого человека не встретил. Алиса, только вы задаете вопросы. Алиса, Москва, Россия. Какой у вас девиз по жизни? Почему вы выбрали именно не атаковать себя любя над слепой прослушиванием? Мой девиз — идти вперед, не оглядываясь. Потому что впереди будущее. А почему я выбрал именно не отрекаться любя над слепой прослушиванием? Изначально мы должны были указать в списке пять английских песен, иностранных песен и пять русских. Я указал эту песню. И когда спел, музыкальные редакторы сказали, что это красиво и что я должен эту песню исполнить. Я не сопротивлялся и с удовольствием спел. И сейчас я думаю, что сделал правильный выбор. Потому что песня красивая, красивые слова, и зрители почувствовали мое исполнение. Рената, Екатеринбург, Россия. Гела, понравилось ли вам выступать в Кремлевском дворце? По отзывам зрителей мы знаем, что ваш голос мощно звучал во всех уголках огромного сала. На концертных площадках с каким количеством мест вы чувствуете себя комфортно? Что ближе? Зал филармонии на 400 мест, концертный зал на 1000 хоров, храмы. И чувствуете ли вы себя способны петь на стадионе? Что касается концерта в Кремлевском дворце. Я меня пригласил с Полиной Сергея Сергеевича. Это наше первое выступление, мое первое выступление в Кремлевском дворце. Это большая удача. И, естественно, было волнительно. Но всегда больше волнуюсь на голосе, потому что это конкурс. А здесь как-то у меня было спокойное состояние. Когда я вышел на сцену, тем более приятно, когда сопровождает тебя оркестр, поддерживает Сергея Сергеевича. Он замечательный человек. И атмосфера была потрясающая. Люди поддержали нас. И в конце песни я почувствовал, что последние ряды даже как будто близко оказались. И какая-то общая приятная энергетика в зале чувствовалась. И, естественно, это всегда приятно, когда зал тебя аплодирует и тепло принимает. А что касается количества людей, естественно, чем больше тебя люди слушают, тем лучше. Я не боюсь петь на стадионе. Если такая возможность будет, я буду рад. Юля, Казахстан. Келла, добрый день. Какую песню вы мечтаете спеть? Хотели бы вы спеть дуэтом с Димой Пиланом? Спасибо за ваш удивительный, ваш волшебный голос. Желаю вам только победы. Знаете, в принципе, я пою те песни, которые мне нравятся. Естественно, я советуюсь с Димой. Дима предлагает какие-то песни. Мы выбираем и делаем правильный выбор. И останавливаемся на правильный репертуар. И, в принципе, я пою те песни, которые подходят моему голосу. Последняя песня, моя любимая песня, которую я исполнил, произведение Энью Мариконе из кинофильма «Однажды в Америке». Я впервые эту композицию услышал на церемонии. То есть я знал музыкальный ряд из кинофильма, но именно вокальную версию я услышал, когда Селин Дион спел эту песню на Оскаре. Если не ошибаюсь, это был 2007 год. Я тогда сказал, когда-нибудь я эту песню спою. Я объединил в этой песне вокалист из кинофильма и текст. То есть получилось чуть-чуть по-другому. И моя мечта сбылась, что я эту композицию исполнил. Кстати, на следующем туре я тоже пою очень красивую песню. Не могу сейчас, к сожалению, об этом сказать. Это тоже давняя мечта. И эта мечта сбылась. Тима согласился по поводу этой песни. И я думаю, что будет красиво. А что касается... Хотели бы вы спеть дуэтом с Тимой Биланом? Конечно, конечно, хочу спеть с Тимой Биланом. Я думаю, что у меня это получится. И в будущем мы споем. Если будет такая возможность. Вероника, Санкт-Петербург, Россия. Здравствуйте, Гела. Расскажите, пожалуйста, про ваши творческие планы. Что вы планируете после проекта «Голос» и какую цель ставите перед собой сейчас? После проекта, ну, так как у меня есть уже репертуар, осталась одна песня для альбома. Я запишу эту песню. И я думаю, что начну концертную деятельность после проекта. Просто надо все это обдумать, как правильно подать этот репертуар зрителю. Главная моя цель, в принципе, петь для вас. Гела, скажите, Настя, Екатеринбург, Россия. Гела, скажите, пожалуйста, есть ли у вас родные братья и сестры? И, если да, занимаются ли они музыкой, как вы? У меня старший брат на 10 лет. Нет, он не занимается музыкой. Но он меломан, слушает хорошую музыку. И, можно сказать, мой фанат. К музыке он не имеет никакого отношения. Здравствуйте, Гела. Вероника, Санкт-Петербург, Россия. Здравствуйте, Гела. Расскажите о самом ярком событии в вашей жизни. Что больше всего впечатлило и, может быть, изменило жизнь? Много таких событий. Ну, первое было, когда я оказался в Лондоне. Я встретился с известным продюсером, с Кристофером Нилом. Это продюсер Салин Дион. И это было яркое событие. Потом, естественно, запись альбома в Грузии. Я об этом много мечтал. И моя мечта сбылась, осуществилась. Я это сделал. И последняя встреча с Патриархом. Все в Грузии. Это произошло просто чудо. Когда мы снимали голос за кадром, позвонили из Патриархии и сказали, что Патриарх Грузии хочет со мной встретиться. Я, естественно, был безумно рад, счастлив, что такая возможность появилась. И я, естественно, сказал, что я вылетаю сегодня и буду рад, если я сегодня же встречусь с Патриархом. И я встретился с ним. Он благословил меня. Он, кстати, смотрит проект «Голос» и подарил вот такой красивый браслет и нательный крест. Я это ношу, не расстаюсь с ними. Вот это самое яркое событие, то, что произошло в последний раз. Встреча с Патриархом. Была потрясающая атмосфера. Это для меня чудо. Здравствуй, Гела. То есть, Олеся, Москва, Россия. Здравствуй, Гела. Ты уже давно живешь в России. А какие были твои первые впечатления, когда ты сюда приехал? Что удивило? Понравилось или наоборот? Спасибо. Я приехал в Россию в 2003 году. С коллективом. Нас пригласили. Мы должны были петь в ресторане. Но у нас не было денег для поездки. И одна наша знакомая работала в кассе и сказала, что я могу дать билеты. Вы потом начнете там работать и отдадите долг. Она нам дала билеты. Мы приехали сюда. Должны были начать работу. И администратор этого заведения сказал, что ресторан не откроется. Там какая-то проблема. Минимум год. То есть, нас было 7-8 человек. И представляете, очень сложно было. Не было денег. Абсолютно чужой город. Мегаполис. Не знаем, к кому обратиться. И слава богу, что в Москве жила двоюродная сестра моей мамы. И она меня приютила, если можно так сказать. И еще одного парня из группы. И я у нее жил где-то полтора-два месяца. И, естественно, это был самый сложный период. Период адаптации. Но сейчас этот период с улыбкой вспоминаю. Раиса, Нижний Новгород, Россия. Кила, есть ли любимая песня о вашем исполнении у вашей мамы? О чем была песня, с которой вы выступали впервые на сцене в 5 лет? Раиса, знаете, моя мама любит практически все песни, то, что я исполняю. Но особенно ей нравится песня «Папа, can you hear me?» И она, когда слушает эту песню, всегда плачет. Что касается первой песни, это было в 5 лет я выступал в кинотеатре в своем городе, в родном городе Поти и спел какую-то детскую песню на грузинском языке. Дарья, Пермь, Россия. Дорогой Гелос, скажите, пожалуйста, какие качества в человеке вы цените больше всего и что наоборот отталкивает и раздражает. Больше всего в человеке я ценю все-таки преданность, искренность, а отталкивает все-таки фальшь и раздражает даже. Неискренность в человеке. Ренат, Екатеринбург, Россия. Дорогой Гелос, у вас наверняка огромный репертуар. А есть ли в вашем репертуаре хиты Фредди Меркури? Близко ли вам творчество Куин? Да, я люблю Куин, я люблю творчество Фредди Меркури, но я пел только одну песню. когда-то это шоу Москва, он очень красивая песня. Люся, Москва, Россия. Есть ли у вас соперники на проекте? Кто это? Я об этом не думаю. Я делаю свое дело. Я пою, для зрителей. И я понимаю, что это конкурс. Мы все соперники. Но вот как вам сказать? Вот это чувство соперничества или не чувствуется у нас. Мы как-то очень нормально друг к другу относимся. Например, Вадим Азар очень хорошо владеет английским языком, потому что он в Англии уже 20 лет в совершенстве разговаривает. И если что-то мне надо там подкорректировать по поводу произношения, про нос, он всегда мне помогает. Потому что мне интересно, как это все со стороны звучит. так что у нас в группе, например, очень дружелюбная атмосфера. Я могу сказать, с кем я больше общаюсь. Я, например, очень люблю Жаклин. Жаклин Микаль, она потрясающая девочка, талантливая певица, она просто настоящая артистка. И мы всегда общаемся, мы созваниваемся и мне всегда комфортно с ней общаться, встречаться. Она замечательная и потрясающая. мне нравится, например, певица Наниева. Она, у нее красивый тембр, отличается от всех, она интеллигентная на сцене и вот эта необычность меня, как вам сказать, притягивает. Она замечательная певица. Мне нравится, как боится Сергей Волчков, именно в оперном жанре, я считаю, что у него выдающийся голос. Очень нравится Антон Пиляев. Он потрясающий музыкант и то, что он сделал с Аленой, это было потрясающе. High class, просто высокий уровень. Очень нравится. И, конечно, Полина Конкина, с кем я спел в дуэте, тоже потрясающая певица. у нас, я считаю, что получился красивый дуэт. Альбина и Татарстан. Гела, вы любите одиночество? Оставаться самим собой, наедине, поразмышлять, пофилософствовать? Да, я люблю одиночество, но ненадолго. Ну, естественно, когда я остаюсь один, я думаю, мечтаю, как, наверное, все. Линна Карикунова, Санкт-Петербург, Россия. Дорогой Гела, приедет ли ваша мама на прямой эфир в Москву? Ведь для каждой матери такая радость видеть успехи сына и поддержать его. Я не знаю. Наверное, не приедет, она будет валить с Грузии, потому что нелегко приезжать в Москву, существует визовый режим и я думаю, оттуда она будет переживать за меня. Алия Казань, Россия. Гела знаю, что вы по своей натуре трудоголики, готовы работать 24 часа в сутки. А как вы отдыхаете? Да, я могу работать 24 часа в сутки, если это надо для дела, потому что я люблю свое дело, я люблю заниматься музыкой, записывать песни в студии. Я люблю вот этот процесс, поэтому в каком-то смысле это для меня и отдых. То есть я не устаю от этого. Это для меня радость. Надя, Москва, Россия. Как вы считаете, чувство юмора это ценное качество для человека, а для творческой личности можете ли вы иногда пошутить в свой адрес? Могу, и это обязательно. Каждый человек должен, не только творческий человек, каждый должен иметь чувство юмора и самоиронию. Это обязательно. Да. Али, Казань, Россия. Гела, есть ли что-то, чему бы вы хотели научиться? Возможно, у вас есть какая-то мечта с детства попробовать что-то новое для себя, на что у вас раньше не хватало времени? Мечта с детства. Ну, я вам сказал, что я всегда хотел быть певцом, и моя мечта сбылась благодаря проекту Голос. И есть, конечно, я мечтаю, есть, у меня в голове крутятся мечты, но об этом я не хочу сказать, потому что а вдруг не сбудется? А если сбудется, я вам обязательно об этом скажу когда-нибудь. Татьяна, Одесса, Украина. Здравствуйте, Гела. Для начала хочу вас поздравить с прекрасным выступлением в проекте. И несмотря на то, что для меня, как думаю, и для многих вы уже победители, желаю вам успеха на проекте и, конечно же, в дальнейшем творчестве расти и покорять самые вершины музыкального олимпы. Мой вопрос. Сначала проекта прошло уже достаточно времени. Изменилось ли что-то в вас самом? Может, просто поменялись взгляды на какие-то определенные вещи? Знаете, появилась огромная ответственность перед перед вами, потому что очень много теплых слов получаю. Огромное количество людей появились в моей жизни почитатели моего творчества. И, естественно, это волнительно и ответственно. Поэтому я контролирую каждое свое слово, чтобы вас не разочаровать. Евгения, Россия, Владимир. Гела, как вы предпочитаете проводить свободное время? В свободное время я предпочитаю встречаться с друзьями или я остаюсь дома. Слушаю музыку, смотрю старые фильмы или вообще ничего не делаю или играть со своими собаками. Слушаю или играть со своими собаками. Ольга, Москва. Гела, что вы ждете от своих поклонников? Какими вы их хотели бы видеть? Отвечаете ли вы на их сообщения ВКонтакте и Фейсбуке? Мои поклонники замечательные, они интеллигентные, умные люди, они всегда деликатно вопросы задают и я всегда стараюсь отвечать на их вопросы и ВКонтакте и в Фейсбуке Лаль-Батуми, Грузия. Келар Велодиевич сельском официально. В каждом городе у любого человека есть любимые места. А в Москве где у вас душа отдыхает или здесь вовсе нет подобного места? С глубоким уважением к вам и вашей семье. В Москве я люблю старый Арбат. Я часто там нахожусь и мне приятно это место, потому что когда я приехал в Москву впервые оказался на Старом Арбате, поэтому приятные воспоминания всегда связаны с этим местом. наставник, наставник, сколько планируете продержаться в голосе, два. Наставник у меня замечательный Димитрий. Он меня понимает. Мы понимаем друг друга без лишних слов. Он меня чувствует и что касается это уже от вас зависит, от голосования зависит, останусь или нет я в проекте голос 2. Ольга Димитров, Россия. Уважаемый Гелла, как вы относитесь к творчеству Майкла Джексона? Я считаю, что он величайший артист. Не зря дали пресс певец тысячелетия в 2000 году. Я так считаю. Это величайший выдающийся артист. У него потрясающие песни. он очень многое мог бы сказать. Жаль, что так рано покинул нас. Максимилиан, Самара, Россия. Гелла, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а будет ли на голосе песня на грузинском языке? Это было бы очень красиво в вашем исполнении. Еще один вопрос. Планируете ли вы записать песню в голосе в студийном варианте? Планируете ли вы записать песни с голоса в студийном варианте? Что касается песни на грузинском языке, я не знаю. Это решает проект Дима. Не уверен, что я спою на проекте на грузинском языке, но на концертах, когда у меня будут сольные концерты, естественно, в моем репертуаре будут грузинские песни, я с удовольствием спою. Планируете ли вы записать песни с голоса в студийном варианте? Не знаю, но хочется, хочется записать как раз последнюю песню и не мариконе, а но пока существует как идея. Максимилиан, Самара, Россия. Гела, мы знаем, какую музыку вы предпочитаете, Петя, а какую музыку вы любите слушать? Слушаете ли рок, блюз, а какова ваше отношение к шансону? Есть ли музыка, которая вас раздражает? Меня музыка не раздражает, я музыку люблю. Что касается других направлений, я и рок слушаю, и блюз слушаю, джаз слушаю, я пою какие-то джазовые композиции, но в каждом жанре есть выдающиеся артисты и потрясающие песни, так что я не могу, я не могу дать какое-то предпочтение какому-то жанру, а что касается шансону, ну не знаю, кому-то нравится, есть там тоже красивые песни, не могу на этот вопрос ответить, а что касается музыка меня не раздражает, наоборот, я люблю музыку, без музыки я жить не могу. Александр, Одинцова, Россия, Келла, скажите, пожалуйста, почему для продолжения своего творчества вы выбрали именно Россию, проект Голос, они стали покорять Грузию или другие страны. Я вам объясню. Я жил в России 10 лет, потом я вернулся в Грузию, там я был 9 месяцев, там же записывал свой первый альбом, и оттуда я отправил я хотел поучаствовать, я смотрел первый Голос, первый сезон Голоса, и хотел поучаствовать в этом конкурсе. Я оттуда отправил анкету, меня пригласили и мне пришлось вернуться, и я рад этому. То есть такая возможность у меня появилась и благодаря проекту Голос. Александр Одинцова, Россия. Собираете ли вы заводить семью, или пока все ваши мысли связаны с музыкой? Да, все мои мысли связаны с музыкой, пока не собираюсь заводить семью, потому что не встретил такого человека. Я думаю, что все у меня впереди. Александр, Россия. Гела, расскажи, пожалуйста, как тебе удалось научиться говорить, петь без акцента. Когда ты впервые приехал в Россию и чем занимался первое время. Я это сказал, я приехал с коллективом и до 2008 года я пел в ресторане. А потом я с ресторана уехал, сказал, что ну я в один день понял, что не могу уже там дальше петь и понимал, что если я там останусь, все, я оттуда не выберусь никогда. Поэтому я закрыл эти двери и не возвращался туда больше. А что касается акцента, у меня есть акцент, я думаю по-грузински, поэтому а в пене в принципе этого, по-моему, не слышно. Стараюсь, чтобы этого люди не услышали. Акцент не услышали люди. Валерия, Екатеринбург, Россия. Келла, вы верите в любовь с первого взгляда или это миф и такого не существует? Я верю, я верю, что существует любовь с первого взгляда. Это не миф. Иван, Россия. Уважаемый гелок, какой у вас тип голоса и какая нота для вашей тесситуры является предельной? Спасибо. Я не знаю, не... Мой голос тенор альтина, это высокий мужской голос, а какую я высокую ноту беру, там, не знаю. Надо проверить. Приду домой, вернусь домой, обязательно проверю, какая у меня высокая нота. Артем, Россия. Гела, скажи, как открыть душу для всего светлого, доброго, когда вокруг такая непростая, порой жестокая реальность? Не надо всем открывать душу, просто надо быть самым собой, искренним и не обманывать себя. Как-то так. И быть добрым по отношению к другим. глафиры, Екатеринбург, Россия. Гела, здравствуйте. Вы рассказали в одном из интервью, что вам нравятся пахальные голоса и соответствующая музыка. Знакомы ли вы с современной музыкой? Каково ваше отношение к ней? Спасибо. Да, мне нравятся пахальные голоса, выдающиеся голоса, если можно так сказать. И я перечислил тех исполнителей, которых я слушаю, которых я люблю. А что касается современной музыки, да, я слушаю, я достаточно информированный человек, и эстраду слушаю, и то, что происходит на российской эстраде, я знаю. У меня нормальные отношения. У каждого исполнителя свои слушатели, поэтому Елена, Варнаул, Россия. Келла, вы, наверное, не привыкли к такому огромному вниманию к своей персоне. Какого ощущать себя популярным? Изменилось ли что-то в вашей жизни после того, как вы переступили порог Останкина? Спасибо. Я свою популярность в принципе чувствую в интернете. Когда читаю комментарии, когда мне присылают какие-то сообщения. А в основном на улице я не чувствую. Да, я замечаю какие-то взгляды, интерес со стороны людей, но когда я выхожу на улице это не чувствуется. елена порнол Россия, как вам работать с Димой, как с наставником? Вы ведь очень профессионал и уникальны в своем пении. И подсказать что-то или советовать порой бывает нелегко. Как мне кажется? Нет, абсолютно нормально. Все. Я человек, который прислушиваюсь, потому что со стороны человек может увидеть и замечать то, что ты не замечаешь. Поэтому Дима дает очень правильные советы и мне с ним очень комфортно работать и легко. То есть вообще нет никакой напряжения. А это самое главное. Элина Москва, Россия. Добрый день. Скажите, можно ли услышать вас сейчас где-то кроме проекта или условиями контракта это запрещено? Если можно, то где вы выступаете? Спасибо. Меня услышать сейчас где-то кроме проекта невозможно, потому что я нигде не выступаю. Я занят только проектом, но я сказал, что после проекта естественно я начну концертную деятельность и вы меня услышите. не на Санкт-Петербург, Россия. Гело, что у вас хорошая группа поддержка, родственники, друзья, но сразу возникает вопрос, почему рядом нет любимой девушки? Скажите, пожалуйста, вы в поиске или у вас все же есть возлюбленная? Да, у меня правда хорошая группа поддержка. Моя тетя Лали, мои друзья, но что касается девушки, пока ее нет. Когда появится, наверное, вы ее увидите. Светлана, Губкина, Россия. Келла, скажите, неужели за кулисами голоса все так ми-ми-ми, как сказал Антон Пиляев, и нет никакого соперничества. Кстати, вы оценили, как Антон хвалил вас, своего конкурента? Да, я послушал, я даже поблагодарил за такие теплые слова, когда я увидел Антона. Я тоже восхищаюсь. Антон замечательный музыкант, музыкант с большой буквы, и когда вот такой человек, такой музыкант про тебя хорошее говорит, естественно, меня это радует, и естественно, приятно. А что касается за кулисами, правда, у нас теплая, дружелюбная атмосфера, так что то, что говорят, это правда. И последний вопрос. Татьяна, Россия, у вас есть какой-нибудь ритуал перед выходом на сцену? Я никогда не сажусь перед выступлением, то есть когда на слепое прослушивание практически девять часов я простоял на ногах. То есть я не могу, потому что нервничаю, хочу сосредоточиться на выступлении, и у меня не получается. Поэтому и молюсь, конечно. Отче наше и выхожу на сцену. И сразу же в выполнении отходит. И радую вас, зрителей, своим голосом. Спасибо огромное за внимание. Надеюсь, я ответил на ваши вопросы. До новых встреч!